Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, завершаем мы с вами год, год коронавирусный, завершаем сессию осеннюю. Приятно было слышать из выступления нашего председателя, что несмотря на пандемию, мы за этот год даже больше рассмотрели законопроекты, чем в прошлом году. Это говорит о нашей работоспособности. Если бы еще качество законов, которые мы принимаем, было бы таким же эффективным, наверное, было бы намного лучше и была бы другая жизнь. Конечно, не могу не сказать, что ключевым событием и с точки зрения нас, законодателей, было принятие поправок в Конституцию летом этого года. И голосование и подготовка проходила сложно, но все было проведено на очень высоком уровне. И результат налицо. Десятки миллионов людей проголосовали за новые поправки в Конституцию. В том числе, они проголосовали за нашу поправку, за то, чтобы пенсии индексировались не реже одного раза в год. И в Конституции, я еще раз это повторю и буду повторять, до тех пор, пока мы совместными силами на 2021 году не справим эту несправедливую ситуацию по отношению к работающим пенсионерам. В Конституции теперь ничего не сказано. Какие пенсии? Для работающих, нерабочих, все пенсии должны обязательно индексироваться. И в этой связи то, что у нас наши работающие пенсионеры, а их примерно около 9 миллионов человек, не будут получать индексацию, это несправедливо. И когда министр финансов Силуанов говорит, что пенсия это якобы некая компенсация за утрату работы, но, честно говоря, стыдно слышать от умного человека такие несправедливые слова. Люди заработали пенсию десятилетиями своего труда, заработали, у государства заработали. А теперь говорят, ах, если вы работаете, то компенсацию вам не положат. Да работают-то почему пенсионеры? Да потому что солидарность поколения остается, хотят помочь своим детям, внукам, чтобы хоть немножечко их поддержать. И самим-то пенсии не хватает. Вот и все. Конечно, когда мы буквально вчера в третьем чтении, мы ответственно снесемся вместе, Госдума приняла закон о поправках в градостроительный кодекс, о комплексном развитии территорий. С этой трибуны и из зала моя дорогая коллега Галина Петровна Хованская, Олег Васильевич Шейн, мы говорили, кричали, коллеги, подумайте, что мы делаем. Я вас уверяю, это такая мина замедленного действия. То, что пенсионеры и предпенсионеры не вышли массово, когда мы сделали тоже огромную ошибку, против которой наша фракция подражала, повысили пенсионный бодрость. И считают, что пролистнули, забыли. Они не забыли, но они не шли. А вот когда пентхаузы начнут ликвидировать, выйдут люди другого качества. И они выйдут на улицы. Потому что этот закон, и нужно говорить правду, а правду говорить легко и приятно. Этот закон пролоббировали застройщики и банкиры. Никакой заботы о людях там нет. И я вас уверяю, когда мы дали возможность регионам самим определять, какие дома пойдут под этот проект, я вас уверяю, там не окажется бараков и не окажется тех развалюх, в которых люди сейчас живут. Там окажутся вполне приличные дома в хороших местах. И потирают уже руки строители. И когда с этой трибуны докладчик, он правду говорил, он говорил, знаете, ни один субъект федерации не высказал критику. Все поддержали. Да потому что устами их говорили лоббисты. И в том числе представители власти региональной, которые зачастую связаны напрямую со строительным бизнесом. Вот и все. Ведь ларчик-то очень просто открывается. Поэтому, коллеги, я очень опасаюсь, что мы вынуждены будем возвращаться к этой теме. Потому что еще один момент я не могу не сказать. Но у многих в этом зале юридическое образование мы с вами знаем. Гражданский кодекс, основополагающий право права собственности, это федеральный уровень. Он никак не может быть делегирован на уровень регионального законодательства. А у нас теперь изъятие собственности и прекращение собственности, частной собственности. Да, это будет на откуп отдано региональным властям со всеми вытекающими последствиями. Когда в течение 45 дней людей выселят на улицу, потому что они не захотят получать вообще ничтожные деньги, а им не будут предоставлять нормальные условия, как, кстати, сделано в реновации Москвы, то люди вынуждены будут возмущаться, и, к сожалению, это будет совершенно очевидным. Несколько слов хочу сказать. В целом, статистика о итогах завершающейся сессии осенние годы в целом. Мне очень приятно, как руководителю фракции «Справедливая Россия» говорить, что уже третью сессию подряд фракция «Справедливая Россия» уверенно занимает второе место среди всех фракций Госдумы, и по количеству внесенных законопроектов. Наша фракция внесла 166 законопроектов. Из них 13 стали законами, 20 возвращены и отклонены, и остальные находятся в законодательном портфеле Государственной Думы. Но вот я уже сказал, что 13 законопроектов наших стали законами, практически президентом. Это тоже второе место среди всех фракций Государственной Думы. И несмотря на то, что «Справедливая Россия» пока самая малочисленная фракция здесь, но мы уверены на втором месте. И, пользуясь возможностью с этой высокой трибуны Государственной Думы, я хочу сказать слова благодарности моим дорогим коллегам, моим соратникам по партии, членам фракции «Справедливая Россия» за вашу работу, за ваш профессионализм. Очень многим не нравится, в том числе представителям правительства, не нравится наша критика, наше замечание, но согласитесь, приятно слышать, когда они искренне говорят, да, вот вы тут, значит, очень шустро все говорите, все делаете, но профессионально действительно мы делаем это, профессионально, и они это признают, потому что если что-то мы делаем и критикуем, мы все предлагаем, предлагаем профессионально, поэтому, дорогие коллеги, большое вам спасибо за эту хорошую работу. Должен еще два слова сказать, коллеги, уже думая о планах на будущий год. Конечно, мы будем вновь носить те законопроекты, которые были отклонены, и про индексацию пенсии, и мы все равно будем возвращаться к проблеме пенсионного возраста. Кстати, по индексации пенсии, к сожалению, не удалось нам собрать необходимое количество подписей для обращения в пенсионный суд, только депутаты фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, спасибо вам, коллеги, из фракции КПРФ подписались, но Единая Россия по определению не могла подписать такое обращение, хотя тут тоже, к счастью, оказывается, могут быть исключения. Для меня это было удивительно, но тем более приятно. Фракция ЛДПР в раздумье тоже пока не определилась. Так вот, мы, конечно, будем вносить законопроект по аналогии существующей нормы и определим допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. То же самое будем делать по лекарствам, потому что не хватает денег у наших пенсионеров, не хватает денег у многих людей, и необходимо, а требуются лекарства, и в том числе дорогостоящие лекарства, и необходимо, чтобы люди могли получать такие же компенсации от государства по аналогии ЖКХ. Мы абсолютно убеждены в необходимости возвращения, и очень приятно, что вчера президент, в принципе, поддержал мысль о том, что мрот, конечно, нужно увеличивать. Я вот приводил пример, вам подробнее расскажу. Я позавчера общался с 14 членами Горно-металлургического профсоюза в Челябинской области. Они взяли сами на себе, поставили эксперимент. Была семейная пара, муж-жена, было несколько женщин, в том числе они замужние, дети у них есть, и мужчины. Вот всего 4 человек, они взяли сумму существующую, 12 300, и на эту сумму решили питаться весь месяц. Из 14 человек только двое дотянули до конца, остальные с разными симптомами, заболеваниями вынуждены были прекратить. Причем, обратите внимание, они же не голодали, они просто питались. Причем у нас же вот этот минимальный размер оплаты труда, наверное, подозревает, что не только на питание люди же тратят деньги еще на что-то, они тратили только на питание. Это абсолютно нереально. И да, добавьте, пожалуйста, буквально еще 30 секунд. И у них не получилось. И, конечно, к этой теме нужно возвращаться. Надеюсь, все вместе мы будем думать, как нам увеличить тот самый минимальный размер оплаты труда. Завершая, хочу сказать, что, конечно, планов много и будем их реализовывать. Но завершая, в преддверии наступающего Нового года, конечно, 20-й год запомнится нам несменной правительства и, конечно, очень яркими и мощными поправками в Конституцию. Ну и, конечно, к сожалению, запомнится вот такими картинами, когда все в масках, борьба с коронавирусом вынудила нас многие вещи поменять, к чему-то пришлось привыкнуть. Но я хочу уже, вглядывая в 21-й год, пожелать всем нам, конечно же, здоровья. И, конечно же, чтобы вот этот 20-й год с борьбой с пандемией остался позади, чтобы в 21-м веке мы без масок, уверенно и счастливо смотрели вперед и видели улыбки людей, которые бы улыбались справедливой жизнью, которая обязательно наступит нашими усилиями. С наступающим Новым годом! Спасибо!